Продолжаем наше служение, дорогие братья, сёстры, все, кто сегодня собраны здесь, в этом зале. Хочу сказать, что у нас большое преимущество собираться вместе в Доме молитвы, размышлять над истинами. К сожалению, сегодня многие такой возможности уже не имеют. У нас очень много преимуществ, очень много преимуществ. Вот иногда мы воспринимаем это как должное, понимаем, что «а как же иначе? Мы же всегда так жили и так должно быть». Но это не так. Даже те, у кого были преимущества, вчера их уже нет сегодня. Даже те, которые были здоровые, красивые, цветущие, имели планы на жизнь, на брак, на создание семьи, на какие-то другие, они оборвались в один момент. Поэтому тема, которую я сейчас буду вместе с вами исследовать, я её как бы приготовил раньше, намного раньше. Почему? Потому что ещё в прошлую субботу, если вы помните, я сказал, что наша тема будет называться «Как быть, когда тебя предают брат, родные, друзья». Я ещё в прошлую субботу сказал. Вы знаете, я думаю, что момент предательства в своей жизни пережили все. Люди, которые прожили определённый какой-то там отрезок жизни, все пережили нечто подобное в своей жизни. Даже дети переживают предательство, или пережили предательство в своей жизни. И все это как-то переживают по-разному, но все переживают тяжело. И вдвойне больно, когда предаёт близкий человек, когда предаёт родной человек. Я бы хотел сегодня рассмотреть несколько моментов и потом поразмышлять, как быть в таких ситуациях. Пусть Господь благословит всех, кто сегодня нас слушает, смотрит и присутствует в нашем зале. Аминь. Евангелие Тиана, 18, 25. Симон же Пётр стоял и грелся. И тут сказали ему, не из учеников ли его и ты? Он отрёкся и сказал нет. Знакомая история. Кто-то называет просто отречение Петра, я называю это предательством. Один из рабов первосвященнических, родственник тому, кому Пётр отсёк ухо, говорит, не я ли видел тебя с ним в саду? Пётр опять отрёкся и тот час запел петух. Я даже не буду спрашивать, как вы реагируете, когда вас предают ваши друзья. Потому что ответ понятен, плохо, неоднозначно. Мы реагируем очень плохо, потому что мы очень разочарованы в этих людях, с которыми мы прожили плечо-апплеч, с которым мы прожили время какое-то длительное, пусть это будет год, два, три, пять или десять лет. И в конце концов вы узнаёте, что вы преданы, от вас отказались и сказали, что они вообще вас не знают. Нечто подобное пережил Иисус в своей жизни. Человек, который с ним ел хлеб, человек, который видел больше, чем другие, потому что Пётр, Иоанн и Иаков, они всегда были как-то на особых случаях, на особых моментах с Иисусом и видели больше, чем другие. И тут вдруг один из них, и, кстати, Иисус на него имел большие планы. И рассчитывал, и говорил, вот, ты будешь одним из моих пасторов в моей церкви. И в данный момент он говорит, а я вообще его не знаю. Мы можем сказать, да, это пророчество, об этом было сказано. Вы знаете, это всё же зависит от нас с вами. Предадим или не предадим. Откажемся или нет. Когда человеку становится страшно за свою жизнь, он готов идти на то, о чём даже не думал. Он может совершить такие вещи, которые он никогда не полагал. Я уверен, что Пётр не планировал предавать Иисуса. Мы до конца себя не знаем. Меня очень часто спрашивают, а как бы ты поступил в данной ситуации? Знаете, как я отвечаю? Ну вот, можете и себе записать это, что я сейчас скажу. Я вам скажу, как надо поступать. А как я поступлю, я не знаю. Я ещё в этой ситуации не был. Но я знаю, как надо. Я точно знаю, как надо. Но я не знаю, как я поступлю, когда я попаду туда. Но нам очень легко отсудить человека, который уже поступил так. И говорим, вот негодяй, как он поступил. Но мы не были в той ситуации. Мы можем поступить хуже. Но на сегодняшний день мы точно знаем, как надо поступить. Давайте посмотрим, как поступил Иисус. Что он делает? Вызывает Петра на ковёр, отчитывает его и говорит, я больше с тобой дела иметь не буду. Или как поступает Иисус? Он смотрит на него. Знаете, а можно посмотреть по-разному, правда? Можно посмотреть уничтожающе. А можно посмотреть, да, ободряюще. Ну, ещё как-то, да? С сожалением или сочувствием, что так получилось. И Пётр именно так смотрит, чтобы помочь Петру подняться. Не упасть, а подняться. Пётр ловит этот взгляд и начинает плакать. Это произошло покаяние. Это произошло осознание, что же я сделал в своей жизни. А можно было крест поставить и сказать, больше тебя не знаю. Господь всегда даёт второй шанс. И даже третий. Всегда даёт возможность что-то изменить в жизни. Я часто говорю, Господи, слава Богу, что я не на Твоём месте. Иначе мы поступаем очень жёстко в нашей жизни. И вторых шансов не бывает. А если есть второй, ни в коем случае третьего. Давид, зная человеческую натуру, потому что сам был человеком, говорил так. Страшно впасть в руки человеческие. А Богу, Он говорит, Господи, вот всё, что ты назовёшь, делай так, как считаешь нужным. Потому что у тебя много милости. Я понимаю, что сегодня читать легче, чем делать. Я понимаю, что говорить об этом, читать, это легче, чем встретиться с ситуацией и поступить так. Итак, второй момент. Главное, я хотел бы сделать вывод из первого абзаца, когда предают близкие. Какая реакция Иисуса? И всё, и больше ничего. Какая реакция Иисуса? Реакция Иисуса – помочь подняться человеку. Простить, помочь подняться. Это реакция Иисуса. Я ещё раз хочу сказать, мы знаем, как надо поступить. Как мы поступим – это будет наше решение. Но правильное – это решение Иисуса, как Он поступает. Он оставляет для нас пример. Тем более, я знаю, что у Иисуса с Петром были хорошие отношения. Хорошие отношения. Они друг другу доверяли, они друг друга ценили, любили и проводили максимально много времени вместе. Второй момент, момент, который ещё тяжелее воспринимается – это тогда, когда вас предают в вашей семье. Это ваши дети, это ваши внуки, это ваши родственники, это ваш муж или ваша жена. Мы даже не говорим за двоюродных, потому что это двоюродные. Мы сейчас говорим за родных. Нечто подобное произошло в жизни Давида. Неприятная история с одним из его сыновей. Его звали Авесолом. Так случилось, что он стал старшим сыном. Сначала он не был старшим, но после того, когда он убил Амнона, он стал старшим, потому что уже старше не было в тот момент. И написано в 2-й царств 15, с первого текста. 2-й царств 15. После сего Авесолом завёл у себя колесниц и лошадей и пятьдесят скороходов. И вставал Авесолом рано утром, становился при дороге у ворот, когда кто-нибудь, имея тяжбу, шёл к царю на суд. А Авесолом подзывал его к себе и спрашивал, из какого ты города? И когда тут отвечал, из такого-то, из колена Израилева, раб твой. Тогда говорил ему Авесолом, вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. И говорил Авесолом, ой, если бы меня поставили судьёй в этой земле, ко мне бы приходил всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я бы судил его по правде. И когда приходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою, обнимал его и целовал его. Так поступал Авесолом со всяким израильтянином, приходивших на суд царю. И вкрадывался Авесолом в сердце Израиля. Да, израильтян, скажите, пожалуйста, как вам такое действие родного человека? Это родного, друзья, это не просто друга. Это в вашей семье всё происходит. Седьмой текст говорит по прошествии сорока лет царствования Давида. Авесолом сказал царю, пойду я исполню обед, который я дал Господу в Хевроне. Ибо я, раб твой, живя в Гессуре, в Сирии, дал обед, если Господь возвратит меня в Иерусалим, я принесу жертву Господу. И сказал ему царь, иди с миром. И встал он и пошёл в Хеврон. Вы знаете, дальше он планирует вот этот переворот. Он планирует переворот, он разосла разведчика во все колено. И говорит, когда вы услышите звук трубы, говорите, Авесолом воцарился в Хевроне. То есть, он уже хотел быть царём и воцарить себя. И это всё состоялось во время жертвоприношения. Теперь давайте мы читаем реакцию. Реакцию Давида. Мы прочитали реакцию Господа Иисуса. А сейчас мы можем сказать, ну да, Иисус, понятно, как он может отреагировать. Давайте посмотрим, как реагирует Давид. Тринадцатый текст этой же главы. «И пришёл вестник к Давиду и сказал, сердце израильтян уклонилось на сторону Авесолома. И сказал Давид всем слугам своим, которые были при нём в Иерусалиме, встаньте, убежим, ибо не будет нам спасения от Авесолома. Спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не застиг и не захватил нас, и не навёл на нас беды, и не истребил города мечом». И сказали слуги царские царю, во всём, что угодно господину царю нашему, мы рабы твои. «И вышел царь, и весь дом его за ним, и шли пешком. Оставил же царь десять жён, наложниц своих для хранения дома. И вышел царь и весь народ пеши, и остановились у Беф-Мерхата. И все слуги его шли по сторонам его, и все хелифеи, и все филифеи, и все гефиане, до шестисот человек, пришедшие вместе с ним из Гефа, шли впереди царя». Интересно наблюдать, что человек этот не готовит военную встречу, он не готовит, знаете, как отомстить, как отвоевать, как сделать своё царство прочнее. Он говорит, давайте уйдём, давайте уйдём, чтобы не было кровопролития. И вот представьте, это он не на конях, он не на всадниках, он не со всадниками, потому что мы читали, что, когда мы будем читать об Евесоломе, когда он куда-то выходил в такие вот походы или ещё куда-то, у него всегда было двести человек всадников с ним, отборных всадников. Он очень любил, знаете, вот эти показательные такие шествия, и у него всегда было двести человек с ним. Давид идёт пешком, Давид идёт пешком, и люди идут тоже пешком. И куда они идут? Они идут в сторону пустыни. Сейчас мы почитаем. И сказал царь Ефею, это очень важный момент, послушайте, Гефеянину, «Зачем ты идёшь с нами? Возвратись, оставайся там с тем царём, ибо ты чужеземец и пришёл сюда из своего места. Вчера ты пришёл, а сегодня я заставляю тебя идти с нами. Я иду, куда случится? Возвратись, и возврати братьев своих собою, милость и истина с тобою». И отвечал Ефей царю и сказал, «Жив Господь, да живёт Господин мой Царь, где бы ни был Господин мой Царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой». Замечаете, какую поддержку имел царь Давид? Не от своего народа. Он имел поддержку со стороны. Он имел поддержку чужеземных людей. Они видели его жизнь и видели, насколько он справедливо поступал. И сказал Давид Ефей, «Итак, ходи со мною». И пошёл Ефей, Гефеянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ним. И плакала вся земля громким голосом. Весь народ переходил. И царь перешёл поток кедрон, и пошёл весь народ по дороге к пустыне. Такая картина, знаете, печальная картина, когда отец уходит для того, чтобы не вступить в конфликт с сыном. Отец проявляет достаточно мудрый, не просто отец, царь. Скажите, что царю сейчас нужно сделать? Организовать армию и подавить это восстание. Правда? Он этого не делает. Он понимает, это его сын. Это его сын. Он уходит, он становится в сторону и говорит, пусть будет так. Я уступаю это. Пусть он приходит и царствует здесь. И он говорит ему, иди царствуй с тем царём. А тут нет, я буду с тобой. Друзья мои, как мы решаем наши конфликтные ситуации в наших семьях? Как мы решаем, когда у нас натянуты отношения с детьми? Когда у нас натянуты отношения между супругами, между внуками? Как мы их решаем? Давид отдал всё это Богу в руки. Кто помнит, как закончил жизнь Алиссалом? Во время одного из сражений он повис между небом и землёй. Запутался волосами своими в дереве, в ветвях дерева. Животное убежалось под него и он повис. И что сделали, так скажем, враги? Они взяли стрелы и пронзили его. И об этом донесли Давиду и сказали, всё, враг твой уничтожен. Как воспринял Давид? Он плакал, он не мог утешиться, и какие слова он говорил? Сын мой, Алиссалом, Алиссалом, сын мой. Вы понимаете, друзья, это такая сложная ситуация, когда, казалось бы, всё ясно, как нужно поступать. И вы знаете, что Давид очень способный воин. Это генерал. Это способный воин. Мало того, у него большая армия. Он успешный воин. Почему он не строил храм, кто помнит? Ты пролил много крови. Ты пролил много крови. Всё. Давиду было достаточно позлать Авенира или ещё кого-нибудь из вооруженосцев. они бы его там моментом уничтожили. Давид этого не делает. Он переживает о будущем своего отношения с детьми. Это один из примеров, друзья. Первый, как поступил Господь. Второй, как поступаем мы, когда что-то происходит в нашей жизни. И ещё один из примеров, это книга Судей, 16 глава. Книга Судей, 16 глава, 4 текст. После того полюбил он одну женщину, жившую в долине Сарек. Имя ей Долида. Пришли к ней владельцы фелисимские, руководители фелисимские и говорят ей, уговори его и выведай в чём великая сила его и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить. А мы тебе дадим за это каждый 1100 сиклей серебра. Понимаете, о ком речь идёт? Самсон и Долида. Давайте так скажем. Мы не знаем, какая там была любовь, но написано, что он её полюбил. Написано, полюбил. Поэтому этот раздел я назвал, когда предаёт любимый человек. И вот написано, что ей предлагают сделку. и предлагают сделку и говорят, слушай, мешает он нам. И она говорит, окей, я вам помогу. Мы не знаем, насколько обоюдной была любовь, но ответ такой. И сказала Давиду Самсону, скажи мне, в чём великая сила твоя и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя. Вы знаете, эти игры, которые начались потом, да, эти обманы, эти заигрывания, и чем это всё закончилось? Знаете, этот Авесолом закончил плохо. Давид этого не желал, но так закончилось. В данном случае Самсон закончил плохо. И Долида тоже плохо, потому что написано, пришли и убили всех. И всех, всё случилось плохо. Тогда, друзья, когда мы полностью всё берём в свои руки и решаем своими, вот скажем так, своей силой, своей мудростью, оно всё заканчивается плохо. Мы не говорим, почему это всё случается, потому что эта тема немного шире. Если мы скажем, почему в доме Давида это произошло, мы тоже знаем, почему. Мы знаем, почему. Потому что он отступил от Бога и дальше больше мира в семье не было. Лена Уайт об этом подробно пишет, что когда он согрешил с Версавией и убил её мужа коварным образом, после этого у него начались проблемы в личной жизни. И все дети его были вот таким вот образом и против него и были погублены. В данном случае тоже. Человек отходит от Господа, он уходит и говорит, я хочу так, я не прошу благословения родителей, а я говорю родителям, что делать. Когда я говорю родителям, что делать, без согласия Бога и родительского благословения обычно заканчивается так. Погибает Самсон и позорно погибает. И Божье дело, так скажем, высмеяно, по крайней мере, на тот момент. Знаете, когда мы в жизни кем-то себя чувствуем, где-то мы чего-то достигли, то хочу сказать, Слово Божье говорит нам о том, что нужно иметь достаточно мудрости, как поступать дальше в жизни. Один из примеров, которые я хотел бы сегодня привести, это пример Павла, его жизни, как быть, когда случаются трудности в жизни. 2 Коринфянам, 12 глава, 7 текст. Послушайте, как Павел четко понимает, что Бог с ним делает, понимаем ли мы, почему мы попадаем в такую или другую ситуацию. 2 Коринфянам, 12, 7. И чтобы я не превозносился чрезвычайно, а чрезвычайностью откровений, данно мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. как четко Павел понимает, с кем он имеет дело. Он четко понимает, что он имеет дело с Господом. А кто помнит, давайте чуть другой еще перевод прочитаем, перевод Кулакова. «Чтобы не превозносился я безмерным величием полученных мной откровений, данно мне вплоть мучительная заноза. Посланник сатаны избивает меня, это и удерживает меня от превознесения». Как мы реагируем, когда в нашей жизни что-то не так, друзья? Как мы реагируем, когда мы заболели какой-то болезнью, когда у нас что-то украли, когда у нас что-то пропало, когда где-то что-то случилось? Мы реагируем, друзья, не всегда так, как Павел. Он говорит, я вижу, что Бог допустил дьяволу как-то в моей жизни действовать, но это меня смиряет. Вы понимаете, да? Как хорошо видеть, кто допускает, как хорошо видеть, для чего это. Мы иногда этого не, часто мы этого не видим. И вы помните, после чего он написал эти слова? Он написал эти слова после того, как он был восхищен до третьего неба. Хочу сказать, что я не знаю по каким причинам, наверное, по причине скромности, Павел даже не называет имя. Он говорит, я знаю человека, который был восхищен до третьего неба. Я не знаю, в плоти или не в плоти, но я, говорит, знаю человека. Он был восхищен, написан четвертый текст, говорит, в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Современный перевод говорит, он был восхищен в рай и слышал такие слова, что человеку пересказать невозможно. Я не читал никогда в Священном Писании, что кто-то был удостоен такой чести. Вы еще кого-то знаете? что кто-то был восхищен в рай, слышал разговор, общение какое-то, потом возвратился на землю и начал рассказывать, что он там видел. Моисей не был восхищен в рай. Он общался с Господом на горе. Да. Написано восхищен в рай в рай был. Третьего я не знаю. Очень мало нам Библия об этом говорит. Мы можем философствовать сейчас, но Библия мало говорит об этом. Павел хочет показать, что да, я та личность, которой так много было. Но для того, чтобы я не возгордился, Бог что-то допускает в моей жизни. Как важно, друзья, понимать нашу жизнь. Как важно понимать нашу обычную жизнь на этой земле. Когда что-то где-то происходит в нашей жизни, понимать, что все подконтрольно Богом, но Бог что-то допускает. Я еще раз повторю, что об этом всегда легче говорить, чем переживать это все. Но мы должны знать, чтобы мы могли быть готовыми к нечто такому, когда что-то происходит в нашей жизни. Представьте, если бы это произошло с каким-то из наших ярких лидеров, яркой фигурой в мире, в современном мире. Как бы этот человек вел себя? Наверное, к нему приезжали бы корреспонденты, к нему приезжали бы со всего мира. А ну ты же вернулся, ну что там было, ну расскажи нам, покажи, как это, что это. Наверное, так бы. А Павел, он говорит, даже имя не хочет упоминать. И он пятый текст говорит, таким человеком могу хвалиться. По идее, да, есть чем хвалиться, правда? Собой же не похвалюсь, разве только немощами моими. А как понять, какие это еще немощи? Такая личность, такая фигура, фарисеев с фарисеем, уже и там на небе побывал, а? Богами избранный, сам общался, свет видел. Такие заслуги. А он говорит, хочу, я бы, вот если бы я тот человек, который был, я, конечно, бы похвалился, но сейчас я хочу хвалиться немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду, а, не буду неразумен, потому что скажу истину, себе захотел хвалиться, я не буду выглядеть как безумный, я знаю, что говорить, я скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал обо мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. Очень глубокий текст, если вы его прочитаете, это глубокий текст, он говорит, я не хочу, потому что вы неправильно меня поймете, неправильно прокомментируете, лучше думайте обо мне то, что вы сегодня видите. И седьмой, и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, данно мне жало вплоть. как он правильно понимает, участие Бога в своей жизни, это очень важно, друзья, очень важно. Здесь говорится о том, что Бог позволил ангелу сатаны удручать или терзать его, в другом переводе написано терзать, а еще у кулакова написано бить его. Павел пишет этот отрывок хочет показать нам, что Бог иногда допускает в нашей жизни какую-то боль, разочарование и слезы. Он допускает это в нашей жизни. Хочу сказать, что не нравилось это Павлу, как и нам не нравится, о чем мы молимся, когда что-то случается в нашей жизни. Господи, убери. Господи, удали. Господи, реши. Господи. И Павел так делает. Сколько раз Павел просит? Девятый текст, кажется, говорит, я не помню, три раза. Да, три раза. Я, говорит, Бога просил об этом три раза. А что Бог ответил? Вы знаете, мы правильно делаем, что мы просим. Это нормально, это свойственно человеку. Но решение принимает Бог. И знаете, что он говорит? Он говорит, что Бог, он знает, что делать, он знает, для чего оставлять, он знает, когда это дать, он знает, какой и когда это уже забрать нужно. Бог все знает. Многие говорят, не понимают, какое было жало в плоть, и мы не знаем, какое было жало в плоть. Скажу откровенно, мы не знаем. Мы можем догадываться. Почему? Потому что Галатам 6 глава 11 текст говорит следующий текст. Вы видите, как многое написал своей рукой? То есть Павел очень мало написал своей рукой. Посланий очень много, но он выделяет, что я как бы напряг все свои силы и написал своей рукой. А Галатам 4 глава и 14 текст еще ярче говорит проблему. Мы когда говорили о Галатам 6, 11, там говорится о том, что он не мог много писать, у него были проблемы с глазами. А 4 глава более конкретно говорит 14 текст, но вы не презрели или вы не пренебрегли мной, вы не возгнушались мной, а приняли меня как ангела Божья, как ангела, как Христа Иисуса вы меня приняли. Вы слышите, нет? Вы приняли меня как Христа Иисуса. Представьте, да? Церковь в Галатах так его принимает. И дальше он говорит, как вы были блаженны свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы бы исторгли бы очи свои и отдали мне. То есть вы даже глаза бы мне отдали, если это возможно было. У него была проблема с глазами. Поэтому он об этом говорит. Но он говорит, я трижды, это 8 текст, 12 глава послания Коринфянам, второе, я трижды молился, чтобы Господь удалил от меня это. Но он сказал мне довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в чем? В немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христа. Сложный оборот, правда? Я буду хвалиться немощами, чтобы сила Христа обитала во мне. Давайте немножко выше мы посмотрим еще раз, как понять этот отрывок довольна для тебя благодатью. Мы молимся и говорим Господи, убери это от меня, Господи, пожалуйста, избавь, избавь меня от этого, Господи, мне тяжело. А что Бог говорит? Вот ту благодать, которую я тебе дам, ее будет достаточно, чтобы перенести то, что ты сейчас несешь. Вы понимаете? Он говорит, если я уберу от тебя это, тебе будет хуже. Лучше я тебе дам свою благодать, лучше я тебе дам свою силу, чтобы ты это прошел. А когда я очень сильный, тогда мне Бог не нужен. Я же знаю, сколько у меня денег на счету, правда? Я же знаю, сколько мне лет. Я же знаю, чего я добился. Так будет и дальше. Так размышляет мирской человек. человек. А Павел говорит по-другому. Нет, нет, я попросил не раз, я три раза, потому что мне как бы надо было. Господи, дай зрение на тебя служить тебе. А Бог знает, нет, я знаю, что дальше будет, поэтому это я тебе оставляю, но силы тебе дам. И он говорит, ладно, поэтому если сила Божья совершается в немощи, я готов. Я готов быть слабым, но когда я чувствую себя слабым, я нуждаюсь больше в Божьей помощи, поддержке, чтобы его сила через меня тогда проявлялась. И он говорит, десятый текст, поэтому я радуюсь в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях. А дальше что написано? Не помните, да? Хорошо, что Игорь не высвечивает текст. Поэтому я радуюсь, я перечисляю, смотрите, я благодушенствую, или другой перевод говорит радуюсь, или другими словами еще я доволен, еще один перевод есть, в немощах, в обидах, не у всех это получается, у меня не получается, в нуждах, в гонениях, в притеснениях, а следующее слово за Христа. Вы понимаете? Когда вы меня просто обидели, мне действительно неприятно, я как-то тяжело это переношу, но когда вы меня обидели ради Христа, я доволен. Вы понимаете разницу, туда? Я в общем не о себе сейчас, хотя я тоже человек, да? Он говорит, я вот это все готов переносить за Христа. Я готов. Ибо когда я немощен, я тогда сильный. Вы знаете, Чарльз Першин, однажды читая лекции своим студентам, он однажды сказал, некоторые тексты вы никогда не поймете, если это не коснется вас лично. Если это не коснется вас лично, вот тогда вы поймете тексты. Вы знаете, я думаю, друзья, что Господь нам дал достаточно благодати, достаточно силы для того, что могли переносить, что сегодня свалилось на нас. Или это будет какие-то измены, предательства наших друзей, наших соседних стран, наших братьев, наших сестер, или это будет в нашей семье. Помните, эти три примера, которые я сегодня привел, пример Христа, второй пример мы приводили чей? Давида, и третий Самсона. Помните, все три момента неприятные, но уроки, которые мы можем извлечь, полезные. Пусть Господь благословит, чтобы сегодня мы могли помнить, что Его сила совершается в немощи, а не в гордости. Аминь. Помолимся. Наш Господь, мы сегодня пришли сюда для того, чтобы пообщаться с Тобой, пообщаться друг с другом, поддержать друг друга, Господи, подкрепиться Словом Твоим. Мы так благодарны, что однажды Ты совершил вот это вечное искупление для нас, за нас, и вошел в самое небо. Сегодня, Господи, Ты стоишь во святилище и представляешь наши нужды, наши просьбы. Боже, пожалуйста, услышь молитву нашу, как народа Твоего. И не ради нашей праведности, не ради наших заслуг, нашей силы, а ради Господи Твоей любви, Твоей милости, прости, пожалуйста, нас. И услышь молитву и ответь. Молим Тебя о мире в Украине. Гибнут люди, Господи, просто, просто гибнут люди, те, которые планировали свое будущее. Господи, помоги нам правильно реагировать на это. Убери из сердца мужской-то злости, ненависть, которая просто сегодня на взводе. Помоги нам делать так, как Ты делал. Помоги нам видеть так, как Ты видишь. Услышь молитву, Господь. Благослови каждого из нас, кто стоит в этом зале и кто смотрит на сети онлайн. Во имя Господа Иисуса просили. Аминь. Аминь. О, нет, никто нас не разможет от правды Божьей отлучить. Пусть тюз и мир на нас наложит, и будем верить и любить. И если злобы духа станет, на благом избранных детей, он сам тогда в защиту встанет и их спасет рукой Своей. О, нет, Христос нас не покинет своей могучей рукой Престола Он не зри нет С надбедной выси браковой И отцарившись над землею Он будет царствовать вовремя не будет удучен нуждою в Христовом царстве человек Я знаю неизменный Бог все это обещал избавить нас от жизни тленной и дать что глаз наш небе вновь И мы все братья доверяем того что нам сказал Творец И в славу верят гордо знаем что миру зла придет конец спасибо этот псалом как нельзя лучше отображает наше настроение во всем мире и в нашем зале сегодня тоже давайте мы обратимся к Богу в тихих молитвах пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа будет с каждым из нас аминь